Авторы этого фильма Решают одну из главных проблем Организации отдыха трудящихся и их семей Оргеноносный трест Магнитострой, его руководители и трудовой коллектив Известны на магнитке не только победами настройки Здесь давно уже сложилась традиция, согласно которой Во главу угла ставится забота о социальных нуждах человека Если отдыхающие платят деньги, мы должны для них создать все условия Чтобы они отдохнув 12 или 24 дня, остались довольны И на следующий год или на следующий сезон приезжали еще раз к нам То есть будем говорить, что коммерция вступает Или так скажем капитализм вступает в полную силу То есть прежде чем платил 7 рублей за лагерную путевочку Допустим или 30-40 рублей за дом отдыха Ну не понравилось ему отдыхать, ну уехал, как бы деньги небольшие А нынче по-другому? Конечно, то есть вот как вы говорите 7 рублей И отдых организовывался примерно на 7 рублей Наша встреча с Маратом Толгатовичем состоялась на территории дома отдыха Банная Который более известен магнитогорцам как Лепесток Прекрасное место для отдыха Тишина и покой В отличие от соседнего санатория Юбилейный Где музыка гремит днем и ночью 130 человек могут с комфортом отдохнуть в этих номерах одновременно Есть свой пляж, который строители делят Вместе с домом отдыха березки калибровочного завода Конечно, здесь кому-то не хватает современных атрибутов пляжной индустрии Гидроциклов, катеров, парашютов Которые есть в изобилии у соседей Тем более, что стоимость путевок здесь достаточно высока И, казалось бы, за такие деньги можно бы потребовать весь спектр услуг Но Лепесток тем и ценен, что здесь иной уклад жизни Более умиротворенный, семейный А вот о стоимости путевок разговор отдельный Я думаю, что предприятие должно зарабатывать прибыль А своим работникам должно отдавать по льготной цене как можно меньше Чтобы люди как больше оттрудящиеся поехали туда отдыхать То есть это вот точка зрения руководителей должна поменяться, да? Он должен заботиться о своих рабочих, я прав? Абсолютно, вы правы, да То есть руководитель должен найти все средства или применить все усилия Чтобы работники Майнетостроя Я говорю про свой родной Майнетострой Чтобы отдохнув в наших загородных базах Приехав после отпуска Работал с двойной усилием Двойным, так скажем, азартом, темпом Но сейчас у нас есть возможность Из жаркого лета 2001 года Перенестись в зиму Тем более, что зима в этих окрестностях Просто замечательная Даже в суровые морозы и метельные вьюги Этот благодатный край защищают вековые сосны Карагайский бор Где 35 лет назад Расположился пансионат-строитель Настоящая жемчужина Южного Урала А еще его называют легкими Магнитогорска Целебнейший воздух Отличное высококалорийное питание А главное, тесное общение ребят друг с другом В течение недель Буквально творят чудеса Магнитогорские ребятишки Ученики лесной школы Которых посчастливилось вырвать Почти на месяц из дымного города Здесь здоровеют прямо на глазах А сколько пришлось сломать копий Во время жарких споров Когда руководители Магнитогостроя Доказывали муниципальным чиновникам И депутатам Целесообразность такого вида отдыха детей Параллельно с учебой Но об этом разговор еще впереди А сейчас посмотрите на пансионат-строитель летом В период ярких солнечных дней У вас хорошее настроение, а чего? Ну а что, на отдыхе оно всегда прекрасно С вами эти погода Повезло, да? Море Солнце, да, отдыхаем, загораем, купаемся Ну неплохо, конечно Уровень отдыха соответствует, да? Ну естественно, пожалуйста, вам питание Пожалуйста, отдых То есть прокат работает, везде все есть Без проблем 110 наших с вами юных земляков По разным причинам оказавшихся в детском доме Чувствуют себя здесь, как в большой и дружной семье Их здесь хорошо кормят За ними ухаживают Организовывают досуг А самое главное Это тепло сердец работников пансионата Которые по-матерински относятся к этим обездоленным ребятишкам Для них даже устраиваются своеобразные полдники на траве Где можно совместить прогулку с вкусным печеньем, пряниками и компотом И верится, что когда эти хлопцы и девчата вырастут Они вспомянут добрым словом щедрую душу магнитогорского строителя Мы работники детского дома номер 2 И дети благодарны Тресту магнитострою За прекрасный уголок, который предоставили нам здесь в Карагайском бару Для того, чтобы оздоровить детей Ну и немножко разнообразить их жизнь Дело в том, что дети у нас, сами понимаете, не особо такие Избалованные Избалованные, да А здесь, я думаю, что есть такая возможность оздоровить и провести летнее время каникулы Вы первый раз здесь, да? Нет, мы уже четвертый год подряд То есть традиция Традиция И мы даже в этом году назвали нашу первую смену Четвертое чудо-лето или сказочные каникулы Ну а для тех, кто приобрел путевки в пансионат для семейного отдыха Здесь созданы отличные условия Какая на пруду замечательная рыбалка Могут сказать только те, кто не одну сурьку провел на этом берегу В томительном и счастливом ожидании Четыреста человек могут отдохнуть здесь с разной степенью комфорта И летние домики, и фешенебельные номера в лепестках На любой вкус можно организовать для себя отдых Я сына с трех лет здесь вырастила Теперь вот внучку Вот она в один раз побывала здесь Теперь все время говорит Бабуля, только сюда Оля, это правда, да? Да Мне здесь нравится Для среднего звена работников Треста, для рабочих, недорого путевки здесь? Я считаю, что путевки недорого Потому что отдых здесь прекрасный Очень хорошие номера В номере все услуги И телевизор, и холодильник И для таких номеров, я считаю, что это недорого А то, что у вас здесь лес По сути уникальный лес, хвойный Это не погоду, в принципе, нивелирует Да, не погода не влияет, да? Конечно, здесь прекрасная рыбалка Ну, не клюет Нет, клюет Мы вот на днях поймали неплохую рыбу Для меня вот такого вот А какие там грибы, ягоды, калина есть? Ну, все грибники, в принципе, если они хотят на зиму Заготовить себе сполна, так скажем, грибы Едут карагайский бор А мы для своих отдыхающих создаем там все условия Есть у нас летние грибоварни там Есть, так скажем, на месте мы стараемся продавать там крышки, банки Чтобы люди не только там отдыхают Так, скажем, душой и телом И занимаются небольшим промыслом, то есть заготовки грибов За 35 лет, которые прошли со дня появления здесь первых летних домиков магнитостроевцев Верхушки деревьев этого замечательного векового леса поднялись ввысь на многие метры Карагайский бор известен согласно русским ведомостям еще со времен Екатерины Знаменитая царица распорядилась создать здесь Смирновский кордон Который защищал лес от варварских вырубок Нынче эта функция возложена на госзаказник ПЕСНЯ ПЕСНЯ На писты просигнали подъем Кличными грабинками проходим мы Мы каждую берегу сбережем Веждах любимой Родины Вы сами написали В изновь зеленые книжки О том, что есть у леса надежные друзья Такие же девчонки, такие же мальчишки, такие же счастливые, как ты и я Такие же девчонки, такие же мальчишки, такие же счастливые, как ты и я Сколько лет вы работаете директором этого лагеря? В 26-й год работаю в Орленке И все еще душа не остыла? Нет, нет, меняется время, меняются требования И сам меняешься внутренне Это даже в какой-то степени стимулирует работу как руководителя Вы же помните, когда были линейки, полчаса люди на жаре стояли, ребята в галстуках, наверное, атрибутики Это все ушло, а что пришло? Пришло больше работы с детьми по развитию индивидуальных творческих способностей и личности ребенка И, в общем-то, идет работа на развитие личности, на учет его индивидуальных способностей, как каждой личности А эти массовые мероприятия, это было время такое, конечно, все это отошло, но что-то и осталось Трожественные праздники проводятся, детям это очень нравится Да и у нас душу щемит порой, когда вспоминаешь, да? Ну, это было время, и в этом была часть романтики, что было лучшее мы взяли в сегодняшний день И используем это в организации массовых конкурсов, смотров мероприятий Но, в общем-то, вся работа сегодня всего педагогического коллектива и всего персонала, медицинских работников направлена на то, чтобы ребенок мог проявить себя как личность, укрепить его здоровье И направлена вся работа на ребенка, больше внимания, меньше массовых сцен, а больше индивидуальной работы, творческой, по закаливанию здоровья детей, по развитию их способностей Как вы уже догадались, речь идет о самом известном в рабочем городе детском круглогодичном санатории По возрасту он ветеран, а вот по ухоженности, комфортности Орленок поднялся едва ли не выше всех Наверное, это не трудно, уповая на чистый горный воздух, просто кормить ребят досыта И следить за тем, чтобы они не травмировались на многочисленных спортплощадках и игровых аттракционах Природа, лес, пойменные луга вокруг речки, бассейн, сами все сделают Ребенок оздоровится, посвежеет Но в Орленке думают иначе И вот почему Многие дети у нас, приезжают больные дети, с санаторно-курортными картами, так как у нас здесь санаторий И наша задача поднять и поправить здоровье детей наряду с прекрасным отдыхом А успеваете за смену? Успеваем, стараемся, дети получают у нас все процедуры в достаточном объеме А что помогает оздоровлению? Климатотерапия и различные процедуры, которые они принимают То есть эти прекрасные горы, лес, воздух это главное? Да, это главное Климатотерапия в санатории это самое главное Организация правильного питания, закаливание, воздушные ванны И в сочетании с процедурами по диагнозам и дети у нас оздоравливаются и уезжают здоровыми Лучший показатель работы врачей – пустой изолятор А вот в лечебном корпусе ребятишек всегда много И чтобы не говорили оппоненты, которые ратуют за спартанский образ жизни в лесных чащобах Городские ребятишки, которые прожили год в условиях индустриального города Нуждаются в тщательном профилактическом лечении А в походы они ходят каждую смену На 2-3 дня кто как любит и умеет И вновь у вас есть возможность сравнить летний и зимний отдых Это тот же Орленок, только в январе прошлого года Расположен рядом горнолыжный курорт европейского класса Который уже стал любимым местом отдыха российского президента Это прекрасная возможность совершить сюда экскурсию А заодно поучиться у сверстников из лучших горнолыжных школ России и Европы Мастерству спуска Но у ребят из Орленка пока свои горки И они ими овладели вполне Но не следует забывать и о том, что они здесь также овладевают знаниями А это вершины погруче Эльбруса А вот и обещанный разговор о лесных школах Дети находятся круглые сутки в коллективе То есть если учитель или там учительница Ребенка может наблюдать в течение 5-6 часов, в которой в школе Не зная его, так скажем, нормы поведения в быту То учитель, для учителя это очень важно, наверное Он ребенка может оценить, так скажем, 24 часа в сутки Как он общается с сверстниками Как он готовит там уроки И вот И мы как-то, наверное, года три там мы завели Что в лесных школах двойки детям не ставить Для того, чтобы и, вот скажем, и морально поддерживать Потому что Они круглый год находятся с детьми С учителями, с воспитателями И у него нет возможности Не подготовиться к уроку на следующий день То есть любой ребенок готовится То есть в школе В этой лесной школе Успеваемость ребенка вырастает на 50-60%, не говоря уже о заболеваемости То есть вот дети, которые находятся в лесной школе Они в течение 24 дней получают все кроме обучения, отдыха и лечения О том, как магнитокорские строители заботятся о своем будущем Говорит такой факт Городской санаторий-профилакторий в летнюю пору заполнен детьми Сто ребят, а в основном это дети-сироты Или из неблагополучных семей Получают здесь полноценное лечение и питание Организован также их досуг Ну а для взрослых людей, кадровых строителей, которых летом здесь мало Готовятся новые лечебные кабинеты на зиму Например, кабинет физиотерапии Физиолечение включает в себя водолечение, грязелечение, теплолечение, электролечение Мы сегодня не смогли посмотреть, так как находится на реконструкции водолечебницу нашу Ну а то, что вы увидели, это, значит, массажный кабинет, процедурный кабинет Вот, значит, кроме физиолечения мы используем такие методы, как мануальная терапия И, конечно, мы не уходим от традиционных методов медицины, таких как медикаментозная терапия по показаниям Рабочие трестом и дострой охотно идут к вам оздоровиться? Да, безусловно В истории нашего санатория-профилактория был такой период, когда, значит, его былая слава несколько померкла А сейчас здесь приходом новых людей, нового коллектива Мы эту славу былую восстанавливаем и надеемся ее приумножить Поэтому охотно ли идут к нам рабочие трестом и дострой? Безусловно, охотно Юрий Лидович, конечно же, труднее работать с детьми, нежели со взрослыми, покладистыми, готовыми на все А вот ребятишки, это что, ваша обязанность или зов души? Ну, это обязанность и зов души, наверное, и желание помочь детям из малоимущих семей, в первую очередь Потому что заказчиком детских заездов, в данном случае, является Управление социальной защиты города Магнитогорска По главе с Геннадием Анатольевичем Жуковым Значит, здесь мы стараемся помочь детям из малоимущих семей В первую очередь, накормить их досыта, калорийно, витаминно, значит, фруктами, овощами Сделать так, чтобы они подлечили свои какие-то хронические заболевания С помощью режима, с помощью физиотерапевтических процедур И с помощью медикаментозного лечения Все, что вы увидели в этом фильме, это результат работы неравнодушных людей Для которых слова о здоровье нации звучат обыденно и приземленно Потому что это их работа и прямая обязанность Сделать все для того, чтобы мангитостроевцы и их семьи Были счастливыми и здоровыми И слава Богу, что речь идет не только о своем строительно-монтажном цехе Тепло рук трестовских рабочих, жар их сердец Ощущают сотни ребятишек с нелегкой судьбой Нет, мы не утверждаем, что дружный коллектив Управления культурно-оздоровительных учреждений Уже добился поставленных перед ним задач Впереди еще много работы И это очень хорошо, что люди Занятые на этом едва ли не важнейшем участке Постоянно находятся в движении Потому что не нами придумано Движение – это жизнь